Здравствуйте, дорогие друзья! С вами по-прежнему канал Автоплюс. Меня зовут Андрей Леонтьев. Начинается программа «Попутчик». Гость в студии у нас сегодня весьма, наверное, необычный, потому что о Формуле 1 мы говорим, к сожалению, не так часто, как приходится. Но мало людей у нас в стране, которые могут квалифицированно разговаривать об этом весьма специфичном предмете. Один из них – это Андрей Лось. Человек, которого вы знали наверняка как одного из самых известных авторитетных журналистов в области Формулы 1. Андрей Лось долго возглавлял журнал F1 Racing. Я бы не сказал, что я его возглавлял, у него был все-таки другой главный редактор, я был его заместителем. Сейчас Андрей Лось является ведущим обозревателем сайта F1 Racing. News.ru. News.ru, да. Андрей, естественно, первый же вопрос, который волнует наверняка большинство наших зрителей и вообще большинство фанатов Формулы 1. Кстати, ребята, мы находимся в прямом эфире, поэтому звоните не только любителям Формулы 1, а те, кто, например, Формулу 1 не любят, они тоже могут звонить нам, высказывать свои суждения по поводу того, что сейчас происходит в этой дисциплине автоспорта, которая все больше и больше, лично с моей точки зрения, превращается в некое шоу. Многие говорили о том, что вот ушел Шумахер, и мир рухнул, все остановилось, и что же теперь мы будем смотреть? Зачем вообще будем смотреть Формулу 1 в новом сезоне? Вот прошла уже первая гонка в Австралии. Как ты считаешь, есть ради чего смотреть в этом сезоне Формулу 1 в отсутствие, так сказать, великого и ужасного Михаила Шумахера? Я вспоминаю нашу дискуссию на эту же тему, которая произошла сразу по завершению сезона, и, в общем-то, мы примерно на эти же темы говорили, и тоже, в принципе, тогда уже прикидывали, что, наверное, будет и без него интересно. Я так думаю, что вообще весь хиппиш вокруг ухода Шумахера связан только с тем, что, ну, с одной стороны, у него колоссальные достижения в своей области, а с другой стороны, я думаю, он много чего мог бы еще показать, еще бы сезон другой, он мог откататься, и это было бы красиво и элегантно, как и в прежние годы. Вопрос в другом. Вот действительно, так складывается ситуация, и такая приходит талантливая молодежь, что, в принципе, есть своя историческая логика, чтобы ей уступить место. Что он, собственно говоря, и сделал. Мы сейчас не будем говорить о всей совокупности обстоятельств, почему это произошло, но Австралия показала, что, ну, очень интересно и так, и без него. Феррари побеждает и без Шумахера, и даже, так сказать, силами одной машины. Ну, а все прочие перетасовки, я думаю, мы сегодня этого коснемся, которые произошли, они только добавляют страстей, и я думаю, у нас ждет просто блестящий сезон. Вот смотри, у меня вот редакторы накопали тут несколько такой, возможно, предвзятой информации относительно того, как изменения в регламенте совпадали с деятельностью Шумахера, значит, бытность. То, что изменилась система очков, подсчет очков, которая не менялась, так сказать, с 50-го года, вот именно при Шумахере она изменилась. Значит, изменилась формулировка понятия обгон, да, значит, попала, так сказать, некая, так сказать, командная тактика под официальный запрет, хотя на самом деле это была кульминация некой командной тактики. Вот, перекравили много раз порядок квалификации. Вот с чем это связано? С тем, что действительно, как бы, выстраивали, пытались выстроить всю эту историю под одного человека? Или это просто счастливое совпадение? Или не счастливое совпадение? Да, нет, я думаю, что, понимаете, мы обращаемся в данном случае ко всем нашим зрителям, и ко всем любителям, и, может быть, даже не любителям Формулы-1. Все дело в том, что действительно так складывается исторически. Формула-1 — живой организм. И вот те реальные события, которые происходят на трассах, скажем так, те реальные взаимоотношения между командами, между гонщиками внутри одной команды, они подталкивают, собственно говоря, власти автогоночные в лице Международной автомобильной федерации адаптировать существующие правила вот к этой самой реальной новой ситуации, которая может возникнуть на трассе. Что касается командной тактики, это было связано несколько с деятельностью Шумахера и Феррари, если мы помним, впервые пальцем начали грозить по поводу командной тактики в связи с победами Макларен, в связи с победами Хеккинина в 1998 году, когда Култарт без всякой на то необходимости в одной из первых гонок сезона пропускал Хеккина, поскольку так было нужно Рону Деннису, боссу Макларен. И вот после этого заговорили по-настоящему о том, что это вредит спортивному началу, ну а уж дальше Шумахер и сотоварищи, Шумахер и сотоварищи, Феррари, значит, принесли и свою лепту, и было много скандалов и на их фоне. Так что отчасти это справедливо, отчасти правила переписывались под Шумахера, но не только под него. Под все это поколение, вот которое, собственно, фактически ушло, от этого поколения остался только один Дэвид Култарт, да и тот, наверное, уже вряд ли нас чем-то удивит. Единственное, что, как говорится, старый конь мелко пашет, но борозда не портит. Да, совершенно верно, да, абсолютно правильно. Значит, давайте теперь разберемся с тем, что у нас изменилось, помимо, так сказать, ухода Шумахера, что у нас изменилось в этом сезоне. Значит, сначала о чемпионской команде Рено поговорим, да? Например. Вот довелось нам присутствовать на ее презентации и пообщаться кое с кем из, так сказать, главных действующих фигур. Сейчас посмотрим сюжет у презентации Рено, и потом как раз обсудим ситуацию. Смотрим. Но ведь самое главное – это основные призовые пилоты. А чемпионская команда в 2007-м осталась без чемпиона. Фернандо Алонсо ушел в Феррари. Я думаю, каждая команда начинает сезон с тайным или явным желанием стать чемпионом. И Феррари, и Макларен, и Тойота. Да все. И мы не исключение. Да, с потерей Фернандоу мы тоже кое-что потеряли, но к нам пришел Айки, который уже сейчас готов взвалить на себя ответственность не просто пилота, а топ-пилота. А что до физикеллы, то я думаю, это вообще его год. Потому что он талантлив, он притерся к команде за эти годы, команда притерлась к нему. И когда, как не сейчас, проявить свой талант до конца. В парах физикелли подобрали для многих темную лошадку молодого Айки Коваланнина, который прославился в том числе и тем, что в 2004-м на автомобильном чемпионском наговоре в парижском Берси сделал самого Шумахера. Да, вот об этом парне мы поговорим чуть позже. Это отдельный вообще персонаж такой. Хорошо, хорошо. Да, да, да. И об этой победе в Берси, и о том, как складывалась его карьера. Что касается самой ситуации в Рено. Команда дважды уже подряд становилась чемпионом. Естественно, должно быть ощущение того, что впереди светлое будущее. Ну, вот есть некий потенциал. А оказывается, и первая гонка показала, что, в общем, все не так здорово. Вот с чем это связано, с той точки зрения? Только ли со сменой пилотов? Или какая-то еще здесь есть под кавыка? Ну, все дело в том, что, скажем так, вот невозможно говорить о Рено, как, скажем, о некой школе побед. Рено нас всех приятно удивило своим взлетом, который буквально за пять лет, который начался, в общем-то, с некого там середняка. И за пять лет фактически команда выиграла один титул, потом выиграла второй титул. И все это было связано вот с той конкретной общностью людей, которая там сложилась. И инженеры, и конструкторы, и гонщики. И, разумеется, тем, скажем так, острием стрелы вот этой вот по имени Рено был Алонсо. Под него все это строилось, под его удивительные почти неземные таланты, вот надо называть вещи своими именами, все это настраивалось. И когда им удалось эту машину настроить, то на фоне, скажем так, некоторого провала Феррари в 2005 году, Рено выстрелило, конкурентов не было. Проблемы с надежностью были у Макларен, поэтому Ряйкен не победил. Проблемы с резиной Бриджстоун было у Феррари, поэтому Шумахер был тоже далеко, где-то сзади. И вот самое главное, когда Алонсо начал по-настоящему побеждать, представить, какой это заряд мотивации добавляет команде, очень, ну это трудно. Вот если ты за пределами Рено, ты даже не знаешь, все это химии, как это произошло, почему это произошло. Но, скажем так, вот серое вещество инженеров, конструкторов Рено с каждой победой Алонсо начинало работать все более активно, и они все вместе добывали эту победу. То есть даже как в Феррари была команда для одного человека, разумеется. Но, подчеркиваю, Феррари это школа побед. Там у них были провалы, у них были взлеты, но однозначно, вот десятилетие связано с Шумахером, это школа побед. Рено пока только учится постигать эту науку. Благодаря Алонсо, то есть с этим испанцем им повезло, они очень здорово выучили и ответили, скажем так, первый урок, да, мы можем, и они ответили на второй урок с отличием, да, мы можем повторить. Не стало Алонсо, и вот эта вся конструкция немножечко стала сбоить. Те же инженеры, что очень хорошо, те же менеджеры, но без человека, который является генетическим носителем вот этого гена побед, у них ничего не получится. Это однозначно. И они это прекрасно понимают. Они хотят вырастить этого из Хейки Кавалайнина. Кстати, настаиваю на таком произношении его имени, поскольку сеньор Бриатор, итальянец, ему эту букву и это сочетание гласных немножечко несподручно выговаривать. Я некоторым образом хорошо знаю Финляндию и уверяю вас, что это имя надо говорить, надо произношить Хейки. Так вот, значит, Хейки Кавалайнин, на него действительно возлагают большие надежды. По всем признакам парень талантливый. И вот то, что упоминалось его, эта удивительная победа в Берси, она подчеркивает универсальность его гоночного таланта. Да, надо объяснить просто, что такое, что происходило в Берси и происходит в Берси каждый год. Когда по окончанию сезона собираются люди, которые так или иначе отметились в разных дисциплинах автоспорта, моторных видов спорта, даже так скажем, шире, и на разных конструкциях самодвижущихся от суперкаров до багги выясняют между собой отношения в режиме синхронной гонки. Все правильно. Да. И по очкам между собой не разбираются, кто как бы набрал меньшее, наибольшее число очков в заездах во всех дисциплинах, кто-то победил. И Коваланин действительно оказался тем парнем, который сделал Шумахера. Все правильно. Так оно и было. Так оно и было. Это подтверждает универсальность его гоночного дарования. Он в состоянии, в неких усредненных условиях, на фоне лучших гонщиков планеты, он в состоянии блеснуть, выстрелить. Но это одна ситуация. Андрей, извини, можно посмотрим сюжет про Коваланина? А, конечно, естественно. И потом мы продолжим к формуле 1 уже подойдем. Смотрим тот сюжет, который мы подготовили вам про хейки Коваланина. Это тот самый пацан, который еще два года назад совершенно без церемонно требовал журналистов тщательнее произносить его имя и запомнить, как оно пишется до буквы. Ибо, говорил он, тогда вам придется скоро писать его. Очень часто. За самоуверенность Сью-Юноши скрывался не южный талант и огромная работоспособность, которая позволила ему превзойти самого Шуми и действительно заставить мир учить странное финское имя. Его уже называют следующим финским чемпионом после Хаккинина. С другой стороны, ему уже 26. Он сел за руль карта в 91-м, чтобы в 2002-м попасть в Формулу 3, в 2005-м уже в GP2, и вот взята самая большая высота. Моя главная задача на сегодня закончить первую гонку и начать собирать очки. Скажи, а сам-то ты как себя оцениваешь? Насколько твой уровень, насколько твое мастерство соответствует моменту? Считаю, что я сам вполне готов стартовать за одну из лучших команд в Формулу 1. Я уверен в моих способностях, но, конечно, надо подучиться, и это касается организации работы в команде, разработки тактики на гонку, но я готов бросить вызов. Еще один наш вопрос. А чувствуешь ли ты какую-нибудь поддержку от коллег, соперников, более опытных пилотов? Ну, прежде всего, я чувствую за своей спиной стопроцентную поддержку механиков, инженеров и конструкторов. О чем бы я ни попросил их, они готовы всегда прийти на помощь и решить проблему. Это действительно полное ощущение работы в команде. И только таким образом можно достичь максимальных результатов. Ну, а что тебе советовал соотечественник Мика Хаккинин? Да и не встречался я с ним, и вообще не нужны мне никакие советы. Я сам знаю, что делать. В конце концов, это мои гонки. Ну, а если что, в крайнем случае спрошу у инженера? Видимо, такие высказывания пока сходят ему с рук, или, возможно, это часть некого шоу. Господин Бриаторе, Кваланин, мол, амбициозен, но не слишком ли? Он нам заявляет, что ему нет дел, ни до каких авторитетов и не нужны ему никакие советы. Вы не рискуете, беря его в команду? Слушайте, а о ком вы говорите? Это шкет такой светленький, это Кваланин, и вы с ним говорили? Ах, да, припоминаю такого парня. Так вот, что ему скажут, то он и будет делать. А если серьезно, то это созревший пилот. Он вместе с нашими тест-пилотами и физику намотал уже 30 тысяч километров этой зимой. И он не новичок. Это тот, у кого есть все, чтобы выиграть гонку. Это правда. Вот такой парень. Так вот, Андрей, вопрос в связи с его уже приходом в Формулу-1, дальше-то уже некуда, да, это как бы вершина карьеры. Вот эта позиция, что, типа, ребят, вы мне с вашими советами сидите подальше, я сам себе с усами и сам знаю, что делать. И вот первая гонка показала, что, оказывается, парень был потом вынужден признаться в том, что, в общем, недостаточно был собран, много ошибался. Это все-таки самоуверенность? Не погречился? Я тоже вопрос, который я адресовал Бриаторе, я адресую сейчас тебе. Не погречилась ли команда? Он-то никогда не признается, что погречились? Мне кажется, что, с одной стороны, вот все, что мы сейчас слышали, все эти речи, которые проносились на презентации, с одной стороны, это пиар галимый, с другой стороны, они все... Это уже интервью. Это было все-таки мои вопросы. Это же все там было по ходу этих событий. Естественно, в этой атмосфере... Ничего другого сказать они не могли. Конечно, они не могли ничего другого сказать. Но, с другой стороны, я абсолютно не склонен подвергать сомнению. Вот, например, эти их слова. Это то, во что они свято верят. И более того, все это является непреложными фактами. Да, это достаточно опытный пилот. Да, значит, получается, теперь, ну, два года уже назад, он боролся на равных с Нико Росбергом. И он уступил титул чемпиона серии Гран-при 2. В последних гонках буквально там разрыв между ними был минимальным. Еще неизвестно, как бы могло провернуться колесо фортуны, кто бы раньше, скажем так, оказался в F1. Но, если мы вспомним ситуацию с тем же Росбергом в прошлом году, да, может быть, ему чуть больше повезло, чем Хейке. Хейка провалился в первой гонке, а Росберг, значит, наоборот, в ней блеснул. Да, но потом... Но потом провалился. И ничего не мог сделать с той конкретной машиной, с теми конкретными шинами в той конкретной ситуации. Вот мне кажется, здесь надо искать ответы на этот вопрос. Значит, каким бы ни был уверенным Хейке в своих силах, первая гонка это прежде всего психологический стресс. Я абсолютно уверен, в силу каких-то обстоятельств он не смог, он не был самим собой. Он не смог раскрыться, он не смог проехать так, как требовала от него ситуация в день дебюта. На контрасте с Хэмилтоном, который, если чем-то и может похвастаться, то совершенно фантастическая психологическая подготовка и стойкостью. С самобладанием просто, да, запретельно. Что не характерно, я так полагаю, ни для британцев как нации, ни для тем более британцев с, условно говоря, карибскими корнями. А вот финн Хейке, которому должны быть свойственны примерно те же качества, что и Ким. И, кстати, географически Хейке родился гораздо севернее, чем Ким. И, по идее, он должен быть еще более стойким парнем. Он родился вообще практически не за полярным, а у полярного круга. В Ровнееме там, где-то. Ровнееме, это уже фактически ближе к Лапландии. Он родился в местечке, которое называется Суома-Салми. Это еще не Лапландия, но это совсем рядом. А Киме ведь из-под Хельсинки, условно говоря. Южанин. Ну да, как бы с точки зрения Филы, Южанин, да. И, тем не менее, вот этого северного такого упорства, северного хладнокровия Хейке явно не хватило. Почему? Мы не знаем. Возможно, ответы знает сам Хейке. Я предлагаю за рабочую версию принять следующее. Сама атмосфера команде Рено в начале этого сезона далека от здоровой по многим причинам. Команда просто-напросто понимает, что таких праздников, какие они переживали всем коллективам, два года подряд в этом году не будет, если только случайно, если только по чуть-чуть. Каждое очко, которое они будут добывать в этом году, будет даваться с трудом, потому что яркого лидера у команды нет. Капитана у команды нет. При всем уважении к физика, он отличный парень, он там отменный, значит, семьянин, и говорят, здорово готовит пиццу. Но, безусловно, как гонщик, он во многом проигрывает. В хороший день, в его день он может блеснуть. Но для этого, так же, как в случае, кстати, с трулей, должно сложиться очень много разных удачных обстоятельств. Андрей, но вместе с тем, у физикеллы есть огромный по меркам современных автогонок, современного автоспорта, опыт. Опыт, ты хочешь сказать? Человек ездил еще в старом ДТМе на Альфа-Ромео. Это еще в те времена со всем молодым пацаном. Он уже тогда ездил, в общем, в топовых сериях. Ну, скажем так, этот опыт у него не отнять. Но где он был на фоне Алонсо последние два года? Вы можете сказать, что, например, Бриаторе его гнобил и как бы выдвигал своего любимчика Алонсо, на которого делал все ставки. И это будет недалеко от истины. Но у него были все условия. У него была точно такая же машина. На ней стоял точно такой же мотор. Может быть, психологически понятно было, что команда работает все-таки на чемпионство Алонсо. Но разница... Ну, вот в хороший день физика был где-то там рядом. И все-таки за всю свою карьеру там, да, он был не в лучших командах, он выиграл две гонки. Ребята, это говорит о многом все равно. И в условии... В Рено, оказавшись в условиях близких к тепличным, он не смог не всегда, скажем так, выручать команду, когда он мог и, наверное, даже должен был это сделать. Вот сейчас мы будем наблюдать за ним в этом сезоне. Однозначно, все понимают прекрасно, это... либо это последний сезон физика в Формуле 1, да, да, это конечно, да. Но, либо, может быть, максимум еще сезон где-нибудь он засветится, если он очень хорошо проедет в этом. Только все в его руках, все в его руках. Мне кажется, что все-таки эта машина с этим мотором, она должна финишировать несколько выше, чем она финишировала в первой гонке. Безусловно. А вот скажи, пожалуйста, с твоей точки зрения, ведь в Рено поменялся еще и спонсор. Ну да. Вот вообще факт смены спонсора, факт появления или, так сказать, нового какого-то имени, новый идеал... Ведь спонсор приносит с собой какую-то частичку идеологии все равно, по-любому, да? Вот это оказывает серьезное влияние на климат в команде? Безусловно, оказывает. Безусловно, оказывает. Но, скажем так, здесь нелинейная зависимость. Макларен тоже поменялся спонсор. Макларен тоже поменялся спонсор и тоже, значит, как-то это сказалось на идеологии и мы, значит, видим уже Алонсо в нетипичных для него не идут, по-моему, как Кимми не идет красный цвет, так и Алонсо не идет. По крайней мере, как-то непривычно. Но, тем не менее, это реальность, с которой мы должны считаться. По-моему, в Макларен все получается сегодня. Вот. А я бы не стал никоим образом ни в каких неудачах Рено винить там вот саму ситуацию смены спонсора. По-моему, никому от этого как бы ни холодно, ни жарко. Единственное, что, конечно, новый спонсор это новые лица, это какие-то новые спонсорские программы, это какие-то новые условия для команды, какая-то новая дудка, под которую они должны немножечко по-другому плясать. На фоне всех прочих проблем технических, там, спортивных, политических и так далее, все это, ну, не добавляет стабильности, не добавляет. Еще, может быть, какой-то небольшой но-таки фактор. Нет, конечно, я уверен, это замечательный спонсор, им повезло, что они смогли его найти. Я уверен, что у них в этом смысле все получится, и они привыкнут друг к другу. Но это не есть тот фактор, от которого зависит победный. Когда спонсора вообще нет, тогда плохо. Когда есть весомый спонсор, неважно, кто он, это нормально. Да, есть деньги, будет пища, будет работа. Конечно, конечно, безусловно. Вот, дорогие мои, напоминаю вам, что мы находимся в прямом эфире, поэтому, если вас волнует то, что происходит в современной Формуле-1, какие-то есть вопросы, ваши собственные прогнозы. Мы с удовольствием это все выслушаем по нашим студийным телефонам. Их номера вы видите на экранах. У нас в студии Андрей Лось, один из ведущих экспертов России по Формуле-1, обозреватель сайта F1 News.ru. Так что, пожалуйста, звоните нам, ответы на ваши вопросы в наших руках. А мы продолжим о молодежи. Вот мы по-своему поговорили уже о Хейке Ковалай. Да, да. Вот, и ты упомянул совершенно справедливо Льюиса Хэму. Льюиса Хэмилтона, совершенно верно. И вот давайте познакомимся с этим парнем поближе и потом поговорим о нем. Потому что он-то как раз вот тот человек, который доказал, что возраст маленький, скромный возраст для больших гонок не помеха. Смотрим. А ведь Ковалайнин не единственная темная лошадка. Есть еще одна. Темная в прямом переносном смыслах этого слова. Сюрприз от Макларена. Англичанин африканского происхождения Льюис Хамильтон. Ему всего 21. И он уже прошел и картинка Формулу-3. Однако многие, в частности, Дэвид Кулхарт, полагают, что такая головокружительная карьера может подломить неокрепшую психику. Ведь Хамильтон поедет вместе с двухкратным чемпионом мира Фернанду Алонсо, который хоть и тоже новичок в Макларене, но может просто задавить молодого своим авторитетом. Это были наши прогнозы относительно. Да, вот мы сейчас видим, что с психикой у парня все абсолютно в порядке. Совершенно сумасшедший, так сказать, финиш. Я полагаю, Австралия все эти прогнозы от первой до последней буквы и запятой. Да, и не только у нас. Мы как бы не стыдно за то, что мы так. Да. Но так или иначе, вот смотри, значит, он действительно амбициозный человек, бесспорно. И вместе с тем он едет в паре с двухкратным чемпионом мира. Вот в этой ситуации, как ты думаешь, будет все-таки некая ориентация на первый номер, на Алонсо? Или Деннис будет действительно на практике реализовывать ту идеологию, которую он исповедует в теории, что у меня нет первых и вторых номеров в команде? Ну, конечно, я не верю в то, что команда создат всем обоим своим пилотам абсолютно равные условия. Я в это ни на грош не верю. И все это прекрасно понимают, что Алонсо это Алонсо. И нет смысла приглашать дважды чемпиона мира, платить ему дважды чемпионскую зарплату, чтобы потом вывести на первое место новичка сезона. Как бы сенсационно это, в общем-то, не звучало. Нет, разумеется. И, кстати, в Австралии мы увидели, в общем-то, эту ситуацию. Выиграл все равно Алонсо, хотя Хэмилтон был, ну, просто молодцом. Нет, умница. Вообще вопросов нет. Как он себя повел, ну, мы сейчас, наверное, не будем анализировать эту австралийскую гонку, но вы это все видели сами. То есть, совершенно фантастический старт этого парня. Потом лидирование... И холнокровный старт какой-то. То есть, просто человек уехал, как будто... Просто он уехал. Потом обгон на втором же повороте, да, по внешней. И просто это... Но, понимаете, вот Хэмилтон это интереснейшее явление, своего рода уникальное, не только из-за того, что он представитель другой расы, которая впервые вот так ярко о себе заявила. В Формуле-1. Значит, происхождение он не совсем африканского, а из Карибского бассейна его семья. Но, в принципе, понятно, что корни-то те же в конечном итоге. Это же называется афроамериканцем. Ну да, да, как бы да. Значит, для того, чтобы понять, в чем корни сегодняшнего успеха Хэмилтона, надо вспомнить замечательный эпизод из биографии этого юноши и из истории команды Макларен. Это можно считать легендой, но это абсолютно исторический факт. Лет 10 назад на одном крупном автогоночном приеме, на церемонии, по-моему, это были вручения призов британского журнала «Автоспорт», к боссу Макларен, великому, значит, руководителю великой команды подошел десятилетний мальчик в смокинге не по размеру и сказал ему «Дядя Рон, меня зовут Льюис Хэмилтон, я хочу ездить в вашей команде». Значит, старик практически расплакался и сказал «Очень хорошо, Льюис, мы с тобой поговорим на эту тему отдельно». И они разговаривают с ним уже 10 лет. То есть, это протеже самого Рона Денниса, он создал все условия. Такого не было в истории «Ф-1». чтобы из детского сада ребенка фактически воспитали и усадили, тащили, причем кто лучшие тренеры на планете. Вот сейчас мы вернемся к этой теме. У нас звонок есть. Алло, здравствуйте, извините за ожидание. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Меня Олег зовут, я из Москвы. Очень приятно, Олег. Ну вот я хотел бы сказать, как бы я формулу смотрю там с начала 90-х годов. И вот сейчас бы как бы вот мнение, я считаю, сейчас интереснее наставим, чем последние там лет 5, потому что я считаю, что «Шумахер» пересидел, как бы ему лет 5 назад уйти 4, и не потому что он там что-то завоевал, не завоевал, потому что по-хорошему, в принципе, у него, ну понятно, «Феррари» машина хорошая, когда она едет, она побеждает. И он же, если заметите, в принципе, всегда имел второго пилота послабей, не позволяя ему как бы конкурировать. И поэтому, когда машина выезжала, то, значит, соответственно, он завоевывал. Если бы он ушел лет назад, я думаю, уже там или 6, уже было бы с «Феррари» тоже чемпиона 2-3, молодых, хороших, каких-то новых. Ну, сами понимаете, новый чемпион. Прогресс, либо страна, либо там свои почитатели и так далее, и так далее. А вот сейчас бы интересно, он же никогда шумастер не сел, вот с кем сейчас погоняться. Вот понимаете, реально, он же боялся, я считаю, что он боится их эти, потому что скажешь, ну ты же проиграл «Феррари». Причем не важно, какое они место заняли, 1-ое, 2-ое, или 5-ое, 6-ое. Потому что уже можно сравнить, а вот он всегда от сравнения уходил, если проигрывал машины, если выигрывал, то как бы шумахер, понимаете, и немножко это задвинулось. А на его фоне же родилось там, я не помню, 4 или 5 чемпионов, там, Хилла начиная, ну там, понятно, Монтоя, Хакенин и так далее. Спасибо. Они делали и уходили. Мое мнение, все, пожалуйста. Спасибо вам большое, спасибо. Спасибо за ваше мнение. В принципе, с одной стороны, я склонен согласиться, но, как мы говорим, вот общая же фраза о том, что история не знает со слагательным наклонением, в том числе и история Формулы-1. Ну вот так вот развивалась Феррари и вся F1 на протяжении последних 10 лет под флагом этого человека. И я думаю, ну вот говорить о том, чтобы мы выиграли или проиграли, сейчас сложно. Давайте наблюдать за этим сезоном. Так или иначе, это новая ситуация. И много новых имен. Много новых имен. вот к новым именам возвращаясь, вот по поводу ситуации с Хамильтом, о которой ты только что сказал, как вы его растили, так сказать, ты знаешь, что сейчас Рено в срочном порядке создает подобную структуру, уже как бы свою, если брать Рено за государство, как бы некая государственная структура такая, да, в рамках компании, то есть совершенно корпоративная система вот подбора кадров вот-вот стакусеньких, да, их вот, так сказать, подъема, содержание, перевода из формулы в формулу, так сказать, вот подъем по ступенькам, и вот некая селекция будет происходить. Я думаю, Францию в масштабе нации, в масштабе государства не может не беспокоить тот факт, что в гонках Гран-при, которые родились на территории этой страны, нет ни одного французского пилота впервые за кои-то веки. Есть там тестеры, предположим, есть очень интересный гонщик Себастьян Бурде, который гоняется в Штатах который год, и которого не ждет Формула-1, есть только надежда, что они о чем-то договорятся значит, с низовыми командами году в следующем, но это факт, я бы на месте французов давно уже этим занялся, но, кстати, это же не исключение, скажем, есть же молодежные программы у Тойоты, есть молодежные программы у Хонды, и другое дело, что мы сегодня пока не всех этих людей знаем, завтра кто-то из них безусловно пробьется в Ф-1, так или иначе, но вот Хэмилтон в ней уже сегодня, и мы однозначно можем говорить, что у него абсолютно чемпионские задатки, и он ничего не боится в принципе, и авторитетов для него в общем нет. Не существует, да, это совершенно точно, это очевидно совершенно. С каждой гонкой, с каждым набранным очком он будет все больше и больше укрепляться в своей правоте, а тому же Ковалайнину еще очень много предстоит доказать. Слушай, а вот ты вот сейчас собранил, как бы, так сказать, заранил мое сознание, такую мысль насчет вот заокеанских гонок, а так ли сильно уже сейчас стремятся люди из-за океана в Формулу-1? Ведь, посмотри, гонки собирают в 3-4 раза больше зрителей. Американские гонки, да, если взять Инди или Носкар особенно. Кстати говоря, воспользуюсь моментом проанонсировать, что, дорогие друзья, радостные события для многих наших зрителей. Много-много спрашивали, будем ли мы показывать Носкар? Будем! И очень скоро, так что наберитесь немножко терпения, все, Носкар показывать будем, и возможно будем показывать Инди, скорее всего. И американский чемпионат по дрэк-рейсингу. Вот, это уже касается американских гонок. Правильно, правильно. Это гонки, которые собирают в 3-4 раза больше людей. Там крутятся тоже очень серьезные деньги. Гонки, которые проходят каждую неделю. И где интрига, которая не решается до того, как машины пересечут линию финиша, первая и последняя. И все завязано вот так. Ну да. Значит, и Формула-1 вместе с тем, да, значит, люди, я знаю достаточно много людей, которые, например, в прошлый, позапрошний сезон, засыпали просто во время трансляции. Вот человек, сидит и засыпает, да, потому что, ну вот, это все и едет, да, с разрывом там все друг от друга на минуту, на 30 секунд, на 15. Вот так они и едут, да. То есть, где попытки что-то изменить путем регламента, вот какую-то интригу какую-то, они ничем не заканчиваются. И вот, вот некая вещь в себе, и потом все говорят, как же он мог Монтое уйти в Носкар? Я не знаю, честно ли то, что он пишет, или нет, но я думаю, что, ну до конца врать так нельзя, да. Ему там, прошу прощения, по кайфу. Ему там нравится, ему там нравится все, ему нравится машина, ему нравится скорость, ему нравится борьба, да, ему нравится контакт, в конце концов, да, ведь как он сейчас, так сказать, приехал, да, просто выпихнув, откровенно, своего коллегу по команде, в Формуле-1, за это я не знаю, что бы было, да, после этого были бы разборки в Париже, здесь все нормально, гоночный инцидент, все в порядке, да, парень на своем месте. Ну, очень просто ответить на этот вопрос, или, скажем так, вот на этот тезис можно выдвинуть там контр-тезис, процитировав того же хозяина фактически всей коммерческой части F1, Бернарда Эклстоуна, который однажды сказал, американские гонки это гамбургер, а F1 это изысканное блюдо, вот и все. И, в общем-то, в какой-то смысле он прав, хотя мы не хотим обидеть никоим образом, я не подписываюсь под этим тезисом, я специально привел его автора, значит, хотя в этом тоже есть доля правды. Если F1 попытаться насадить, например, в Штатах, что происходит уже который сезон, у этой затеи не будет коммерческого успеха особого. Слава Богу, значит, благодаря славе Шумахера, благодаря очень серьезным усилиям на рекламном, на пиар направлении, интерес к F1 подогревается, и, в общем-то, достаточно приличную аудиторию Формула-1 в Штатах собирала в последние годы. Нет, ну мы давай вспомним о том, что, во-первых, Формула-1, ты помнишь, когда были две гонки в сезоне? Аж были, например, в Детроте и Фениксе. Потом все пропало, и потом по новой волне стали снова возвращаться в Штатах и Гонки. Все дело в том, что, если мы пытаемся проанализировать ситуацию, почему это произошло, мы очень много времени потеряем. Факт в том, что Формула-1 это, с одной стороны, спорт, с другой стороны, бизнес. Чего больше неизвестно. Совершенно однозначно, что для глобального успеха Формула-1, для того, чтобы быть полновесным чемпионатом мира, планеты, по, так сказать, высшему классу автогона, который только существует, обязательно должен быть американский этап. Иначе как-то это все неполноценно выглядит. Поэтому этот американский этап есть. И Ф-1, вне зависимости от того, в каких отношениях они в дальнейшем будут находиться с Тони Джорджем, то есть владельцем знаменитой старой кирпичницы, а именно автодрома в Индианаполисе, они будут туда рваться всеми силами, с одной стороны, и они будут заманивать в Ф-1 лучших американских пилотов. Будут пытаться это делать, будут пытаться эксплуатировать старые мифы, например, дедушка Андретти был чемпионом мира. Значит, сын Андретти, Майкл, ничем особым не отличался в Ф-1. Фактически, это был позорный для него сезон. Но внук дедушки, Андретти, самый младший, уже почувствовал, что такое автомобиль Ф-1. Я уверен, что он эти ощущения не забудет никогда. И что бы ни говорил его папа, который хочет, чтобы его сын нормально, спокойно зарабатывал деньги в Штатах, для этого есть все условия, но сын уже знает, что Ф-1 это фантастический автомобиль по сравнению с теми монстрами, тяжелыми, относительно неповоротливыми, хотя и могучими, и очень быстрыми, которые есть в Штатах. Но разницу может показать, я, естественно, не владею этой информацией, на память не вспомню, но когда на одной и той же трассе в Канаде устраивали парный заезд, не то, что парный заезд, но факт, что там есть у нас статистика любая за все эти годы, пока на этой трассе имени Жили Вильнева катается Ф-1, есть относительно свежая статистика, с каким временем проходит круг в среднем вот сегодняшний автомобиль американских гонок. Ну, по меркам кольцевых гонок это нельзя сравнивать. Нет, были же парные заезды еще, когда устраивали... Я просто не помню. И там разница была в 4 секунды на круге. Вот я и говорю. Да, безусловно. Ф-1 быстрее, Ф-1 тоньше и требует от пилота именно высшего мастерства. И управлять ей сложнее. Если, опять же, вспомним того же беднягу Дзонарди, который выиграл в Штатах буквально в одну калитку все, и несколько лет подряд, и совершенно ничего не смог сделать за рулем Вильямса. Поэтому все в мире относительно. Все надо познавать в сравнении. При этом любое сравнение будет некорректным. Вот, да. Любое прямое сравнение. как только ты пытаешься выстроить некое такое фактически идеальное, такое практически ювелирное сделанное шоу, оно оборачивается неким таким уж совсем... Если мы говорим про кухню, изысканные блюда, когда тебе приносят где-нибудь на очень изысканном обеде, где-нибудь особенно французы это очень любят, давайте вот такую тарелку, и вот столечко там лежит. Да, да, да. Ты этим не наешься. Наешься, естественно. Это может быть и вкусно, но ты этим не наешься. А когда тебя навалят вот так вот, да, возможно, это грубо, но это сытно, вкусно, и тут рождается таким блюдом веселый разговор, а там еще и кружка пива. Я бы не стал, еще раз говорю, я бы не стал говорить о том, что американские гонки это плохо, а F1 это вообще супер. Нет, есть своя изюминка и в том, и в другом. Это также, например, не вполне корректно, как говорить, например, что в музыкальных жанрах, например, ну такой гитарный хард, например, он чем-то проигрывает рафинированному джазу. Да, я понимаю, Это просто разные весовые категории. Разные вкусы, разные потребности. Да, причем один и тот же музыкант может сыграть в зависимости от ситуации. И там, и там. И всем понравится. Вот, в принципе, с автогонками картина может быть схожая. Согласен, абсолютно. Слушай, вернемся в Формулу-1. Дорогие друзья, мы находимся в прямом эфире. Извините нас, мы так немножко отвлеклись. У меня лирическое отступление такое было от Формулы-1. А мы находимся в прямом эфире. Звоните нам, пожалуйста. Мы обсуждаем начало сезона 2007 года и перспективы этого сезона, перспективы Формулы-1 в этом году. И вот мы подобрались к той самой команде, которая доказала, что... А, собственно, человек-то незаменимых не бывает. А, собственно, вот был хороший парень, а мы нашли другого хорошего парня. И все равно мы лучшие. Да, это Феррари. Посмотрим сейчас коротенький сюжет о презентации Феррари. Вот. И, Андрей, объясни, пожалуйста, почему получилось так... Поставьте, пожалуйста, картинку Феррари, да. Почему получилось так, что машину-то с самого начала очень, так сказать, долго в секрете держали и не показывали ее, а под видом новой машины людям пытались показать старую машину, так сказать, закамуфированную немножко. Ну, у меня есть две версии. Значит, первая менее убедительная даже для меня и вторая чуть более убедительная. Менее убедительная версия заключалась в том, что не все было готово. Такое уже бывало, что Феррари машину показывали в самый последний момент. Но мне кажется, здесь дело в другом. Дело в том, что в F1 любые фишки, любые мелочи, любые аэродинамические находки копируются моментально. Достаточно там пары недель и команды соперницы тут же это дело зафиксируют и начнут работать в этом самом направлении. Я думаю, Феррари до самого последнего момента не хотела доставлять своим соперникам этого удовольствия. И, ну вот, мне как не инженеру, мне сложно до конца авторитетно рассуждать об этих нюансах, поэтому я это делать не буду. Но мне кажется, дело в этом. Феррари что-то такое для себя в этом году придумала, что и объясняет ее прыть, которую мы увидели в Австралии. То, что действительно они там на голову выше всех. Но как это будет дальше развиваться, сезон покажет. Но единственное, что вот буквально свежее мнение Алонсо накануне Малайзии, когда он сказал, что с его точки зрения пока Феррари еще впереди. Да, Макларен работает в этом же направлении, да, Макларен будет прибавлять в каждой гонке, но на это потребуется время. Вот тот самый человек, южанин Кими Райкл который так в общем с нашей точки зрения нелепо выглядит в красном комбинезоне. Привык к ним. Он себя чувствует в нем очень уютно, о чем он говорит. Он с самого начала сказал, что да, когда он только сел после первых же тестов он сказал, ребята, вот это то, на чем я хотел бы всю жизнь ездить. Да, вот все. И для него цвет уже здесь, наверное, вторичен в этой ситуации. Вот как ты думаешь, вот этот запал, вот этот вот драйв, он обусловлен тем, что каждый гонщик когда-либо мечтал ездить в Феррари. А. Б. Вариант, что человек просто хочет наконец-то доказать всем, что он лучший. И у него есть инструмент для того, чтобы это сделать. Я сразу готов ответить на этот вопрос, причем со ссылкой на самый авторитетный источник, то есть на самого Рякина. По-моему, я об этом говорил еще осенью, но факт, что у меня была возможность задать вопрос Киме, о чем он мечтает в 2001 году, когда он только-только начал выступать за Азаубер. И после первых пары-тройки гонок сезона он набрал очков больше, чем его знаменитый земляк Мико Хэкинин. И на вопрос, о чем Киме мечтал тогда, в 2001 году, он сказал, совершенно спокойно и открыто, он сказал, я вот мечтаю выступать за Феррари и стать чемпионом мира в составе этой команды. Это было много лет назад, фактически. Сейчас его мечта осуществилась, он к этому шел, он этого добился. И то, что мы увидели в Австралии, это безусловно, это вот в чистой, в чистой воды Киме, которому ничто не мешает, ни какие-то глюки технические, ни какие-то иные вещи. Вообще, кроме технических каких-то моментов, Киме мало что может остановить, ну, только разве что адекватный по силе сравнимый с ним соперник. Подожди. Вот ты сейчас сказал, он мечтал о том, чтобы стать чемпионом мира в Феррари. В составе Феррари, он об этом заявлял открыто. Вот смотри, ты говоришь, его мечта осуществилась. Он уже Феррари начала. Это не оговорка, потому что я так понимаю, что реально сейчас, вот по крайней мере, если бы я делал прогнозы, да, вот на этот год, то для меня более реальной фигуры, более реального претендента на подиум, на верхнюю ступеньку, подиум по итогам, для меня нет, например. Ну, безусловно, результаты первой гонки, результаты предсезонных тестов. Нет, даже если не брать результаты первой гонки. Ну, хорошо, хорошо. Значит, вот, понимаете, я думаю, это не будет обидно для Кими и его поклонников, но я вот скажу такую вещь, которую я слышал от, скажем так, финнов же, от финских журналистов, которые для себя открывали новую звезду, не знали, как с ней обращаться в том далеком году, когда Кими неожиданно для всей планеты оказался за рулем заодно. И финны, они прекрасно знают свой национальный характер. Они пытались с ним общаться, они ничего не могли из него выдавить, вообще никакой нормальной общечеловеческой информации. Кими был немногословен, односложен, каким он всегда был. И в итоге финны сказали, это робот, это мы, финны, говорим, это робот, который умеет только ездить очень быстро за рулем гоночной машины. Сказали финны, я не думаю, что для кого-то, кого-то мы сейчас обидели. Кими разговорился только в этом году. Вы обратили на это внимание? Его интервью стали связанными, пространными достаточно. Он гораздо больше говорит, чем за все годы. Когда я сейчас зимой был в Финляндии, я просто на финском, я, к сожалению, не знаю финский язык. Это трудно. Человек 40 минут говорил, я просто говорил, я обалдел. Он без остановки. Я переключал канал, включался обратно, а он все говорил. Это подтверждает мой тезис о том, что его мечта отчасти осуществилась. Люди, которые хорошо знают Кими, и уже речь в данном случае не о финнах, а о ведущих британских экспертах в сфере F1, они говорят такую вещь, которая мне на самом деле немножечко не нравится, меня немножко беспокоит. Они говорят, что Кими выиграет один титул и уйдет. Мы знаем этого человека, как нам представляется, говорят британцы. Он это сделает и скажет, все нормально, ребята. Я сделал то, что хотел, чем мечтал. Все, до свидания. Мне бы этого не хотелось, потому что это очень качественный пилот. Опять же, об этом мы говорили уже. Как свидетельствуют люди из Макларена, которые с ним работали все эти годы. Кими, это чистый гений скорости. Это гений, понимаете? То есть, все остальное ему можно простить. Если эта машина, за рулем которой он сейчас находится, будет ехать, не будет ломаться, если из двигателя не вытечет охлаждающая жидкость, или если это будет проходить не так часто, то... Если будет прикручивать колеса, не забывая домкраты. Да, да. Я думаю, что он имеет массу шансов, несколько больше шансов, чем кто-либо другой в этом сезоне отлично стартовать, набрать больше очков, а потом его будет просто уже не догнать. Как бы ни складывалась ситуация. И это не прогноз, подчеркиваю. Я не хотел бы давать никакие прогнозы. Я бы так же точно, как и все мы, хотел бы, чтобы итог чемпионата решился в последней гонке. Не важно, в споре между кем и кем хотят. Кем и кем важно, чтобы в последние годы сохранялась интрига. Безусловно. Именно этих людей мы знаем. Лишь бы интрига сохранялась. Безусловно. И все же, дорогие друзья, до конца прямого эфира сейчас у нас осталось чуть меньше 15 минут. И звоните нам. Интересны ваши прогнозы, возможно, вот что вы думаете по поводу того, что здесь два господина в студии, так сказать, обсуждали, о чем они договорились. Может быть, у вас есть какая-то своя точка зрения. Интересно было бы ее послушать. Если есть вопросы по поводу того, что происходит в F1, тоже, естественно, звоните. Давайте теперь поговорим вот еще о чем. О конструкторах. Мы поговорили о пилотах сейчас, да, вот о конструкторах. Значит, интересная история, что сейчас ездит, сейчас попытаюсь посчитать, сколько машин, построенных, например, тем же Нью. Много. Одновременно, да. Значит, вот человек построил сейчас новый Red Bull. До этого построенный им McLaren, который подретуширован, но это, в общем, еще его планер. Это еще его шасси. Вот тоже все это как бы ездит рядом и вместе. Значит, не получается ли, что мы имеем опять One Man Show? Такое вот шоу одного актера, когда человек задает некий тон. Андрей, прости, пожалуйста, звонок у нас. Давай послушаем. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Откуда вы и как вас зовут? Мы звоним с города Вольф, в Саратовской области. Очень приятно. Как вас зовут? Меня зовут Сергей. Приятно, Сергей. Слушаем вас. Здравствуйте, Сергей. Вот мы сейчас смотрим, мы сейчас смотрим, вы хвалите Райканина. Хвалим. Хвалим. Да, он хороший гонщик. Но когда начинали заниматься, он же занимался картингом. Да, было дело. Такой же у нас есть в мае, это в то время был Митрохин гонщик. Митрохин же делал его. Обгонял. Быстрее ездил. И что теперь? Что вы по этому поводу скажете? Ну... А как что теперь? А это нужно у нас вообще не работать? Да, понятно, понятно. Вы знаете, в Финляндии мне доводилось встречаться с людьми, кто гонялся в свое время и с Кимией в картинге, и с Росбергом в картинге. И эти люди говорили, да мы их делали, этих парней. Но я даже с этим не спорю. Все возможно. Просто на каждом витке биографии каждый из нас может то, что может. Вопрос в том, как дальше начинается развитие, как идет развитие наше с вами. Кимией развивался вот таким вот образом. Он вообще-то довольно поздно оседлал профессиональную гоночную технику, но когда он ее оседлал, всем стало ясно, что это чистейший прелесть и чистейший образец. Вот. Нисколько не умоляю достоинств господина Митрохина. Возможно, он до сих пор многое может за рулем четырехколесного аппарата. Но, видимо, его просто судьба развивалась несколько иначе. Нет, вопрос еще до судьбы. Вопрос не только таланта, вопрос еще до судьбы. Потому что нашелся дядя Рон Деннис. Был тот случай, когда маленький мальчик мог подойти к большому дяде и сказать, дядь, хочу у тебя ездить. А вот у Митрохина, допустим, не было такого случая. Безусловно. Вот, да тоже проблема. Безусловно. Звонок. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут и откуда вы? Александр, Белгородская область. Очень приятно. Добрый день. А вообще хотелось бы, вот вы о Рэдбуле затронули, но так звоночек вас прервал. То, что Рэдбулл тоже поддерживает, во-первых, пилотов. Разумею. Да, да, у них большая программа. У них тоже есть. А Лешин, кажется, если... Все правильно. Все правильно. Все правильно. Хотелось бы спросить, вы вначале о молодежи говорили, ну а как же о старичках? Дэвид Кулкар, да я считаю, ну один из самых лучших пилотов-то вообще. Тоже бесспорно. Бесспорно. Ну, как уважаемый нами человек. Ваши отношения как ведущего, вот такой вот, я не знаю, как гость студии зовут. Андрей зовут. Андрей. Одессе что-нибудь хорошее. Безусловно. Могу сказать хорошее Одессе. Действительно, совершенно правильно. Рафинированный британский гонщик, очень приятный в общении человек, очень профессиональный пилот, очень профессиональный предприниматель. Все за что брался Дэвид, все у него получалось. Кроме одного, выигрывать достаточное количество гонок, которое бы, например, ответило его амбициям. И, к сожалению, я должен напомнить старую автогоночную истину. Ты хорош ровно настолько, насколько хорош твой последний результат. Смотрим на последние результаты ADC. Да, да, сейчас как бы не лучшая машина, но он делает большое дело. Он учит Red Bull ездить, и этого ему эта команда никогда не забудет, лишь бы она подольше осталась в F1. И я от себя еще добавлю, что, наверное, это последний джентльмен в Формуле 1. Абсолютно согласен. Он принадлежит тому поколению. Да, человек, который еще, помимо того, чтобы просто роботизированно как бы выполнять некие функции, он еще остается человеком, да, он еще остается тем, кто понимает, как устроена машина, и остается еще, так сказать, мужчиной, способным на поступок. Безусловно. Я никогда не забуду, как он вот действительно спасал людей из самолета, горящего самолета в Ницце, когда была катастрофа. Все верно. И когда одновременно, да, мы видели машину, разбитую на обочине автодрома, где один брат, так сказать, не мог вылезти в течение 10 минут из нее, и непонятно было, что происходит, а второй брат проезжал мимо и поглядывал через плечо. Да, вот это два разных... Это два разных типа гонщика. Да, типа, типа, человека, да. И вот кулхот, это прежде всего, да, это очень важно. Да, да, абсолютно верно. И чем больше будет в автогонках людей, а не мальчиков, которые способны просто вот как на симуляторах, да, рулить, вот тем дольше это будет интересно. Кстати, Алонсо в этом смысле очень человек интересный, глубокий и многогранный. Сразу могу сказать, что на контрасте с Кимми, впрочем, я и достоинств Кимми тоже бы не умолял, Кимми специфический собеседник, может быть, но, как ты сам говорил, как мы уже согласились, что в этом году Кимми разговорился. Да, да, да. Так вернемся к Ньюи. Да, попробуем. Вот, да, значит, повторю свой вопрос. Нет такого ощущения, что сейчас история начинает приобретать характер такого шоу одного актера. Когда есть просто одна школа, по которой все было построено, да, и остальные лишь учатся это все модернизировать и видоизменять, не трогая саму суть. Я думаю, что самое правильное было бы сказать следующее. Вообще говоря, скорость автомобиля класса Формула-1 или любого другого гоночного автомобиля на трассе зависит от законов физики и от того, каким образом интерпретированы эти законы физики в конструкции автомобиля, в первую очередь. И второе, каким образом законы физики, земного притяжения и всего остального преломляются через сознание того конкретного человека, который сидит за рулем этого автомобиля. О гонщиках мы поговорили, теперь говорим о конструкциях и о Ньюи. Так вот, фокус в том, что Ньюи, которого все называют гением аэродинамики, вот ему это истина в достаточно серьезном приближении, я не знаю, с каким знаком после запятой, она ему известна. Он знает, что должно быть сделано, что должно быть воплощено в конкретном автомобиле, в карбоне, в металле, того или иного качества, в пластике, в резине, чтобы это вот все вместе поехало и пришло к финишу первым. Вот он это знает. Остальные, этот же самый урок выучили чуть хуже. Это же искусство, это же не есть мертвое некое знание, сухая математика, где все поверяется вот только там алгоритмами и так далее. Нет. Здесь есть своя поэзия. Если мне не изменяет память конструкцию вот того самого Макларена, который сегодня побеждает или, скажем так, близок к тому, чтобы тоже выигрывать в гонках, и которая отчасти воплощена в Редбуле, хотя с оговорками, он вдруг увидел лежа на пляже в каких-то там экзотических точках земного шара. Вот он загорал, отдыхал, и он вдруг это себе представил. А потом нарисовал, остальные люди, кто работает в Макларен, это дело воплотили вот в тот самый карбон, металл, пластик, резину и так далее. И эта машина поехала. Я думаю, он все свое знание сегодня, значит, привнесет, попытается привнести в Редбул, но, я боюсь, время берет свое. Вопрос мотивации, вопрос, с какой эффективностью работает сегодня мозг этого, безусловно, талантливого человека, мы не знаем. Мы знаем, какая у него зарплата. В какой мере он отрабатывает эту зарплату, ну, давайте спросим у Дитриха Матешица, главы концерна Редбул. Окей. И еще, давай мы с тобой, у нас осталось пять минут до конца, мы обсудим тему шин, потому что без нее, как бы говорить о автоспорте, вообще, так сказать, наверное, неправильно и неполно было бы. Значит, у нас есть сейчас монополист, это компания Бриджстоун, и абсолютно, вот, с моей точки зрения, опять же, ты вот сейчас меня подтвердили, опровергни, да, абсолютно такой элемент шоу, причем шоу основано на том, что нужно Бриджстоуну, так сказать, себя максимально реализовывать финансово, да, это, давайте, ребят, будем ездить гонку на разных комплектах шин, да, вот вы должны полгонки так ехать, полгонки так. Ну, наверное, отчасти это справедливо, потому что все же хотят свести к минимуму финансовые издержки и предположить, что если Бриджстоун будет каждой гонке, например, из расчета на все команды делать, выпускать в огромном количестве смеси, там, десяти сортов, и команда будет выбирать, на какой поехать, а потом выберет одну конкретную, а что делать с остальными девятью, прикидывать когда и если они могут пригодиться на каких-нибудь других этапах, ну, это, ей-богу, экономически невыгодно. Если исходить из того, что вся Формула-1, ФИА, Международная Автомобильная Федерация, делает все возможное, чтобы сократить расходы, естественно, это все идет в русле вот этой самой политики подтягивания поясов, и поэтому введено это правило, которое, кстати говоря, новинка для Ф1, но абсолютно стандарт для американских гонок. Там никто не выкидывает деньги на ветер, там люди обязаны по ходу гонки использовать смеси разной степени твердости, и в принципе, то, что сейчас происходит, то, что сейчас происходит, мы просто не привыкли. Мы немножечко присмотримся к этому делу, и, наверное, начнем из этого извлекать собственную какую-то интригу, потому что она, безусловно, будет. Жестче или мягче поставить шины в начале, в конце, что из этого получится. Кто из команд каким образом сможет использовать эту ситуацию, скажем так, опять для себя, кто чего от этого сможет выиграть, они сами еще не знают, они сами притираются к этой ситуации. Самое главное, что резина нормальная, никто не жалует, что она плохая, резина быстрая, она едет, мы это видим по временам, которые люди показывают на круге, поэтому, ну вот, ей-богу, сейчас вот мы подождем, притрется, они придумают, как маркировать резину, так, чтобы мы с вами с трибун или по телевизору видели, на каком типе резины едет тот или иной гонщик, и мы тоже начнем себе какие-то там галочки на листочке как бы ставить, ага, сейчас он значит мягко едет, значит, все будет побыстрее, но, очевидно, она быстрее износится, или он идет на твердой, значит, он может быть оттянуть, оттянет там момент до заправки, ну и так далее, то есть какие-то свои тактические моменты, и мы с вами сможем предугадывать, я думаю, нам с вами от этого станет там только интереснее смотреть. Согласен, 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 и давай последний вопрос обсудим вот тот скандал, который сейчас, легкий скандал, возникает вокруг клиентских шасси, так называемых, да, значит, дайте нам видео спайкера, пожалуйста, если есть такая возможность, вот, как бы, да, спайкер в шоке, люди там старались, сделали машину, значит, мучились, все, а тут раз прошлогодние Феррари подогнали, да, раз тут другие подогнали прошлогоднюю Хонду, да, не Феррари, наверное, все-таки, а Red Bull, он же Jaguar, да, 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 прошу прощения, прошу прощения, дорогие друзья, это мотор Феррари там стоит, я, у меня, это самое, да, да, значит, прошлогоднее шасси, тут прошлогоднюю Хонду, значит, да, под огурья, да, да, все правильно, так и было, да, так и было, и что получается у нас сейчас, и что, и пока вот гонка прошла, первое, насколько, к чему это приведется, к изменению регламента? Вот мы сейчас подождем, как будут развиваться события, потому что, скандалом, судам, иски, да, будут суды, ситуация в некоторой степени скандальозная, будет суд обязательно, потому что, иски, значит, уже вчинены, спайкер, его руководство, под предводительством Колина Колеса, значит, оформило это все по всем правилам, и поэтому будут какие-то разборки, естественно, все это будет тянуться какое-то время, это не за один день решится, но, я подчеркиваю, ну, вокруг чего сыр-бор? Только вокруг того, чтобы восстановить некую юридическую правду, Колин Колес хочет, чтобы эти команды продолжали участвовать в чемпионате, но не получали очков в Кубке Конструкторов, они и так не очень много этих очков получат, я не знаю, из-за чего все это будет продолжаться, но, в принципе, правда, она дороже, я их понимаю. Спасибо большое, спасибо, Андрей, за то, что пришел, я надеюсь, после сезона мы с тобой снова увидимся, обсудим итоги, посмотрим, может быть, вспомним, о чем мы говорили сегодня, что не оправдалось, дорогие друзья, смотрите Автоспорт на канале Автоплюс, повторюсь, мы будем уделять много внимания и Формуле 1 тоже, ДТМ, Кубок Порше, обязательно мы, так сказать, будем на месте событий, будем делать наши собственные, так сказать, трансляции, репортажи с ДТМ и Кубка Порше, и обязательно американские гоночные серии будут на нашем канале, так что оставайтесь с нами, смотрите нас, вас ждет много интересного, счастливо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова